Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Так переверни сюда, чтобы видеть-то. Во! Давай. Открывай. Аминь. Откровение, 2 глава, 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надо мной будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать и следы вас в темницу. Чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Толкование. Видя великие страдания смертцев, Господь утешительно обращается к ним. Не бойся ничего. И ты, пастор этой многострадальной церкви, часто в печали и тревоге о своих чадах, не бойся. О дивный возглас Христа. С этими словами он, воскресший, приветствовал святых жен мироносиц, посылая их возвестить ученикам о своем воскресении. Матфея, 28 глава, 10 стих. Не бойся ничего, малое стадо, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Говорю, не бойся. Не потому, что путь ваш будет легкий. Нет, легкий путь вам не обещается. Вам надо будет претерпеть. Вас злоословили, а теперь будут бросать в темницы. Сейчас часто приносят в храм крестить детей. Спрашиваешь, зачем принесли крестить? Отвечает. А чтобы в жизни у него все хорошо было. Не болел бы, чтобы удача сопутствовала ему. Получается, что некоторым святое крещение нужно для того, чтобы удобнее устроиться в миру. Но разве это должно так быть? Не случайно слово крещение имеет один корень со словом крест. Путь христианина – это путь крестный, тернистый, скорбный, но ведущий жизнь вечную. Такова воля Божия, его произволение, чтобы искусить вас, вашу веру. Так с первых времен стало темниться одним из первых домов христиан. Особенно много вергали туда христиан во время гонений в Римской империи до 312 года. Совершалось это и в наш атеистический век, и в еще большей мере совершится во время великой скорби антихристовой. Человек уже всегда это ко благу, ибо через искушение испытание вера очищается и закаляется. Далее утешает Господь, будете иметь скорбь дней 10, то есть быстро, как 10 дней пролетят дни вашей скорби. И как быстро пролетели гонения, так быстро пролетят и 3,5 года великой скорби. Как бы в дней 10 пролетают страдания в жизни каждого христианина. Хотя на деле это могут быть и те десятки лет в заточениях. Автор намекает на типичный сталинский срок – 10 лет. Страдания же призывает Христос – будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. До какого предела идет наша верность? Увы, бывает, что наша верность Христу остается лишь до первой насмешки над нами. До вопроса «Ты что, верующий богомолец?» До первого лишения нас любимой работы. До первого обличения в среде священства. До тех пор, пока нам дозволяет нести определенное служение в церкви. Такая верность не венчает, а развенчивает нас при первом же испытании. Истинная верность должна быть до смерти. Ничто не должно отвратить христианина от Христа. Даже страх смерти. Если христианин оказывается перед выбором совершить самый малый и невинный грех или умереть, то он выбирает смерть. Лучше умереть, чем согрешить. Так должен мыслить христианин. Будь верен до смерти, так говорит Христос, и дам тебе венец жизни, то есть жизнь вечную, жизнь увенчанную славою и благодатью. Смерть христианина увенчивается жизнью. В мире же жизнь венчается смертью. И венец не может быть дан раньше смерти. Поэтому и верность требуется до смерти. Яркий пример такой верности мы находим в житии святых о сорока севастийских мучениках. В памяти их 22 марта по новому стилю. Они умирали, замерзая на льду. И вот солдат на берегу видит, что сорок венцов не сходит с небес на них. И вдруг один из мучеников теряет верность. Страшась смерти, он устремляется на берег. Венец его сходил на него, но не достался. Достается же он тому солдату, который, видя это бегство, бросает все и идет умирать со всеми остальными на лед. Он получил с ними венец жизни. Он прославлен святых. Такой представляет перед нами гонимая страдающая Смирская Церковь и ее многострадальный ангел-пастырь. Ты что, не считаешь, что это как сказку какую? Жизнь ни во что оставили совершенно. И вот сейчас так много христиан. Насчет загонения это все отсеется. Уже сегодня надо молиться все время, Господи. Научи нас терпеливо переносить посылаемое Тобой. Это для нашего блага. Сегодня надо. Тут действительно, как он описывает, чуть-чуть не так. Сделал замечание священник, все, больше я не приду. Мы там все время с этим касаемся. Это все фальшивое, отсеивается. Это как Микина. Видите, когда тяжелое зерно падает на землю, а Микина отлетает. А ветер, ветер гонения вот этот, он начнется и высветит все, к чему угодно. Откровение 2 глава 11 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий же не потерпит вреда от второй смерти. Толкование. Слышать голос Духа, который говорит, что надо ходить в Храм Божий, молиться, читать Евангелие, к этому многие еще готовы. Но услышать, что надо претерпевать скорби, нищету, злословие, темницы, смерть, нет, этого не хотят, это уже слишком. Имеющий же ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Иначе, как через страдания, через верность до смерти, венца жизни не обретете. Чудным обетованием заключает Господь свои слова страдальцам, через смерть готовым принять умощение божественную и смирную. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающий, то есть претерпевший все виды страданий, посланных ему в жизни, и сохранивший верность Христу до самой долины смертной, он, будучи побежден временной, земной, первой смертью, не потерпит никакого вреда от второй смерти, смерти вечной. Не принявший же на себя крест Христов, неверностью избегавшая первую смерть, и все равно еще не избежавшие осуждены на вторую смерть. Вторая смерть – это всем смертям смерть. Сугубая смерть – это гиена, озеро Огненное, вечное мучение. Смотри 20 глава 14 стих Откровения. После первой смерти грешник идет в ад. Во второй же смерти сам ад с грешниками ввергается в озеро Огненное, в гиену. Муки гиены – это и есть ужас второй смерти. Вот если верит человек, тогда слова эти имеют значение. Но эти слова можно читать и пропускать мимо. Главное, чтобы здесь было хорошо. А это мгновение-то. Даже не увидишь ничего и не узнаешь. Молодые обольщаются, но и старые обольщаются. Все, таблетки, денег не хватает покупать, лекарства. Зачем? Дерево сгнило, оно падает, умирает, перегнивает. На этой почве растет что-то другое. Как листья на дереве вянут, опадают, так, говорит, поколение за поколением. Вот этот страх смерти, он буквально терроризирует людей и днем, и ночью. Что бы ни случилось, ой, смерть. Ну, слышали там, кто-то погиб там или что-то случилось. Прям до ропа-то доходит. Где он, Бог? Куда смотрел? Бог только за этим и смотрел. Господь знает путь каждого и направляет его к спасению. Это жизнь только подготовка. Подготовка к вечности. Поэтому Бог так устрояет. Одному гонение нужно было. Вот сейчас пишут, он на автомобиле разогнался. Притом алкоголя никакого не было. 140 километров по городу. Ну, и там машину с нее свернул. Ударился в бордюр, подлетел до второго этажа. Сбил балкон. А люди идут по тротуару, нормально все. Преподаватель молодой, жена, ребенок в коляске. И прямо оттуда грохнулась. Мужа убил в коляске ребенка. Она была рядом, осталась живая. Ну, если все так, ему лет 7 дадут, может, 5. Да еще дадут. Да еще дадут-то. Если болт твой забодает, и ты знал, что так. Ты же знал, что скорость в городе не должна быть. Ты считай законы, данные Израилю. И побейте хозяина. Не надо призывать там побивать или что-то. Но надо сказать, что или совсем не наказываете, или наказание не должно быть такое. В иных странах было такое, он убил, значит, ему этот труп привязывает. Он вместе с ним ходит, тянет, где там сидит, и труп у него на наручниках, он не может от него избавиться. То есть это последнее предсмертное белок покаяния. Сейчас ничего нет. Годы сидеть, он пьет, ест, кормит. А как надо? Ну как надо? Государство пусть думает. Мне зачем думать? Я знаю, что это неправильно. А тот человек умер, а когда этому приговор выносится, голос того никто не слушает. Главное-то страдали. Там за бортом. Чего он требует? Хотя попытайтесь узнать как-то. Что обычно люди желают им? Вот так. Откровение 2 глава 12 стих. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Толкование. Пергам был древний богатый город, столица Мидии, где процветало язычество. Процветало идолопоклонство с пышными служениями богам и обильными жертвоприношениями. В апостольские времена здесь также была основана христианская церковь. К ней теперь обращается Христос, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Если в предыдущей церкви Господь явился утешающим, то здесь Он воинствующий. С этой церковью Христос готов вступить в борьбу, готов с нею сражаться. Он приготовил для нее острый с обеих сторон меч. Потому что в ней надо много отсекать. В Писании под обоюдоострым мечом понимается Слово Божие. Меч – это евангельское учение, обрезающее сердце и отделяющее верных от нечестивых. Вести на так. Мы это принимаем и благодарим Бога. Откровение 2 глава 13 стих. Зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрюкся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Толкование. В пергаме был престол сатаны. Это иеринское капище целителя Эскулапа, в олицетворении которого была живая змея, которой приносились жертвы. Христос открывает пергамцам, что принимает эти жертвы древний змей сатана. Там ты живешь. Легко назвать себя христианином, живя среди христиан. Но трудно там, где престол сатаны. Сегодня наши церкви живут тоже там, где престол сатаны. Ибо сегодня вокруг безбожие, а безбожие, атеизм, это престол сатаны. Ныне открыто восстали на Бога и борются с ним. В каждом городе воздвигается к престолу сатане различные учреждения богомборцев, дома, где воскверяется фемиам греха земным наслаждением и увеселением. Повсюду воздвигают престолу науки, обращая ее на служение сатане. Пергамцы содержали имя Христово. Высшее звание, которое знали древние христиане, это христианин. В наше время сказать «я христианин» это часто означает почти ничего не сказать. Увы, зачастую этим именем называются многие, совершенно далекие от христианства люди. Тогда же «я христианин» означало все. Это означало человека, верующего во единого живого Бога, Творца всех, в Бога человека Иисуса Христа. Это означало человека, поклонявшего только единому невидимому Богу и Сыну Его, человека, живущего единственно именем Христа и его верой, человека, которому нельзя грешить. Пергамцы не отреклись от веры Христовой даже в дни гонений, когда умершлен был один из служителей – Антипа. Как же легко отрекаемся сегодня от веры Христовой мы? Нет ни угрозы умершления, угрозы темницы, иногда вообще никакой угрозы, а уже люди отрекаются от Христа. Поснимали в домах иконы, сняли с себя крестик и боятся наложить с себя крест на знамение. Во избежание непредвиденных неприятностей поддавали детей свои безбожные пионерскую и комсомольские организации и идут на демонстрациях в рядах безбожников. Какое тут свидетельство о Христе? И воскуряются идорские капища от рук христианских. Тепло сатане? Нет, во всем этом не повинны были пергамцы. Они не отреклись от имени и веры Христа даже перед лицом смерти. Быв ведь умершлен был Антипа, а значит и остальные могли подвернуться тому же, там где живет сатана. Антипа отказался принести жертву идолам. И тогда он сам был брошен им в жертву разъеренными язычниками. Но эта жертва не идолами, а самим Божественным Христом была принята. На все века прославлено имя Антипы, как верного свидетеля Христова. Помоги, Христос, и нам быть твоими верными свидетелями. Хорошо. Все принимаем. Откровение 2 глава 14 стих. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Толкование. До сих пор была похвала пергамцам. И вот она тоже прерывается маленькой частичкой. Но. Но имею немного против тебя. И у пергамцев есть отрицательное. Немного. Виновны были не все, и даже не большинство, а немногие. Есть у тебя там, говорит Господь, ангелу церкви. В чем же их вина? Почему Господь ополчается на пасторе церкви за то, что он их терпит в среде своей? Потому что это были ложные учения, вкравшуюся пергамскую церковь. Что это за учение Валаама? Написано об этом в числах 22 главе 24 стих, 25 главе 1 по 2 стих, 31 главе 16 стих, Иисусом Новина 13 глава 22 стих, 2 Петра 2 глава 14 по 16 стих, Второзаконие 23,5. Из этих мест Писания предстает такая история времен Моисея. Валаам родом был из языческих народов, но был пророком истинного живого Бога. Когда израильский народ под водительством Моисея вошел во священную землю, то ему противостоял моавитянский царь Валак. Для успешной борьбы с Израилем Валак и пригласил пророка Валаама, чтобы тот проклял народ израильский и пообещал ему за это великие почести и подарки. Валаам любил мзду 2 Петра 2 глава 15 стих, и готов уже проклясть Израиля числа 22 глава 19 стих, Второзаконие 23,5. Но Бог не велел ему этого делать. И когда Валаам увидел множество народа израильского, то Дух Божий через него не проклял, а благословил его. И именно Валаам увидел своим пророческим оком ту восходящую от Якова звезду Христа, которую воочию увидят позднее. Через 1600 лет волхвы восточны и придут поклониться давшему свет всей звезде Христу. Но неправедна душа Валаама. И вот он дает Валаку коварный и страшный совет. Он знает, за что Бог может прогневаться на Израиля, за что навести проклятие. И сделать это несложно. Пошли к ним дочерей своих моимитянских, советует пророк. Пусть любодействуют с сынами Израиля, и пусть склоняют их есть и должертвенное, и будет днев Божий на них. И вот говорит Господь, есть у тебя в пергаме некоторые христиане, держащиеся этого лукавого Валаамова учения. В этом и грех Валаама, чтобы вводить других во грех, быть искусителем и тем уподобляться самому сатане. Валаам мысленный, то есть сам сатана. Здесь обведение в двойной грех. Один, а то есть идоложертвенное. Искушения к этому греху особенно были среди первых христиан. В эпоху, когда идолопоклонство вступило в яростную схватку с верой в живого Бога, чувствуя свой близкий конец. Не случайно первые христиане даже крестное знамение совершали одноперстно. Исповедуя единого Бога. Иоанн Златовуз, беседа на Матфея, том 7, 1899, часть 2, беседа 54, страница 362. Теперь кажется, что ушли в далекое прошлое времена идолопоклонства, когда человек поклонялся дереву или камням, думая, что они боги. Но ушли ли? Трудно найти сейчас такой предмет, которому человек не догадался бы служить к окидову. Это и деньги, и машины, и гарнитуры, и собаки, и прочее. А невеликого листу кана воздвигло человечество в лице атеистической науки, поклоняясь ей всем существам и верно ей служа? Но не распадется ли и этот истукан, как некогда распался медный дракон в Вавилоне от комка из соломы, жира и волос? Даниил, 14 глава, 23 по 27 стих. Вот что пишет Павел. Их Бог в чрево. Филиппийцам 3, 19. Так не миллионы ли ныне едят идоложертвенное, вкушают не необходимое для плоти, а чреву служат. Второй грех. Они любодействовали. Неоднократно Писание называет этот грех среди самых тяжелых. Иносказательное же любодеяние – это неверность Христу, которому душа сочеталась в крещении. В крещении душа стала невестой Христовой. Она его, одному ему принадлежит. И вот согрешая, заключая дружбу с миром, душа изменяет своему возлюбленному небесному жениху и становится любодейкой. Наше общество ныне гибнет и тонет в блуде при любодействии и разводах. С неумолимой жестокостью говорят об этом цифры статистики. Так не является ли это море любодеяний следствием любодеяний духовного? Оттого неверно всеми, что изменили небесному жениху. Только так. Это следствие. Мы видим на поверхности что-то, а что там сокрыто? Ну, раз святости нет, веры Богу нет, поэтому все такое идет. Откровение 2 глава 15 стих. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Толкование. Нашло в себе та же место в пергамской церкви учения Николаитов. И их немного, но у тебя есть. Или же можно разуметь так, как тех Валаам научил, так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов. Так что, собственно, речь идет об одном учении, и учение Николаитов здесь сравнивается с учением Валаама. Что не терпели у себя эфесяне, то привело здесь. И вновь говорит Господь, что ненавидит это учение. Поэтому церковь и предписывает нам посты воздержания целомудрия. Христос только немного имел против пергамского пастыря. А если посмотреть сегодня, то сколько будет иметь Христос против наших грехов? Откровение 2 глава 16 стих. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Толкование. Поэтому призывает Господь, «Покайся, а если не так, если не оставишь свое соблазнительное поведение, служение идолам, любодеяние и плотовугодие, то скоро приду к тебе, не замедлю в суде своем и сражусь с ними». «Как страшно бывает, когда на нас нападает противник сильнее нас. Еще страшнее, когда нашим противником станет сам Христос. Когда не на прощение, укрепление, прострет он десницу свою, но вступит с нами в сражение. И кто встает, когда повергает Христос? Чем же он сразится с нераскаянными? Нераскаянными. Мечом уст моих». С этим мечом Христос предстал этой церкви. С ним он и пойдет в сражение. Своим словом идет войной на грешников. Так призывает нас апостол. Читайте Евангелие и живите по нему. Ибо взявший этот духовный меч в свои руки по совету апостола Павла и христианам 6.17 не будет им поражен через Христа. В этом наше спасение. А если все-таки представим себе сражение, с одной стороны ничтожные, грешные люди, не читавшие Евангелие и не живущие по нему, с другой сам Христос с мечом уст своих. Это будет даже не сражение, а просто поражение чтивых. Тут только аминь в конце могу сказать. Ничего нельзя добавить. Пространно, четко, ясно. Откровение 2 глава 17. «Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорится к вам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Толкование. Немаловажно все это. Не человек, даже не апостол, а сам Дух Божий говорит это. И обетование побеждающему. Смотрите, и в пирогаме есть побеждающие. «Великий Господь наш помощник. Он не оставляет своих. И тем, кто не вкушал идоложертвенное, победил этот грех». Господь говорит, дам вкушать сокровенную манну. В Ветхом Завете, в святых сокровеннейшем месте храма в Ковчеге Завета находился золотой сосуд с манною, сокровенная манна Израиля. Ныне манна, хлеб, сходящий с небес. Это плоть Иисуса Христа. Иван Гелетьяна, 6 глава с 31 по 33 стих и с 48 по 51 стих, которая была сокрыта в Ковчеге Нового Завета Богородицы. Как Ковчег содержал в себе манну, так Богородица носила в себе самого Христа. И эта манна, плоть Христова, дается ныне побеждающим грехи в страшном таинстве причастия. Не раз в откровении побеждающим обещается участие в этой божественной трапезе. Но манна сокровенная и дается только побеждающим. Так и причастие это сокровеннейшее в церкви. Выходят оглашенные, оглашенные зайдите. Еще раз мудрит привратник, хорошо ли и прочно закрыты двери. Двери, двери премудростью волнами. И тогда верные, побеждающие грех слезами покаяния и кровью Христовой приступают к этой небесной манне. Но какую печальную картину видим часто сегодня. Не побеждившие, нет, полностью потерпевшие поражения, не раскаивающие, далекие от верности Христу, приступают к этому сокровенному таинству. Небесная манна обращается в испепеляющий огонь. Господь Божий наш, как взираешь на сие. Но будет и небесная вечеря ангция. Сам Господь преподаст тогда победившим лукавого сокровенную пищу, небесное благо. К тому столу уже не приступит ни один внебрачной одежде. Блаженный имеющий вкусить сокровенную манну с того стола. Невкусивший идоложертвенный вкусит манну сокровенную. Не запятнавшемуся любодеянием дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В крещении в слезах покаяния убеляется человек. Ему дается как бы белый камень, и на нем начертано его новое имя. В крещении человек получает новое имя, которое записывается в книгу жизни на небесах. Некогда был древний обычай, при состязаниях царь брал белую плиточку, писал на ней имя победителя, разламывал ее, так что одна часть была у него, а другая у победителя. И когда потом многие претенденты приходили к царю, то их плиточки не подходили к царской. И злом был не такой, и никакого имени не получалось. Но один был, чья половинка плиточки точно подходила к царевой. царевой. Это был победитель, так и в христианстве. Многие поищут, как войти, но не войдут. Луки 13 глава 24 стих. Не подойдет их плиточка к царской, не подходит их земная жизнь к небесной, не получается нового имени. Сей камень белый, и имя новое получает только победивший, облегшийся в белую резу праведности, носящий имя Христа, не отрекающийся от него и не порочащий его. Откровение 2 глава 18 стих. И ангелу в феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Толкование. И в феотирах при апостолах была основана церковь. Господь представляет себя им как Сын Божий, ибо знает, что у них есть лжепророчица, и многие последовали ее учению. Ей, лжепророчице, он противопоставляет себя Сына Божия, истинного Бога, второе лицо Пресвятой Троицы, у которого очи как пламень огненный, видящие и готовые испепелить всякое беззаконие в этой церкви. Многие подобно Халкаливану, чтобы судить нераскаянных, ибо как у медного жертвенника во дворе скини древние иудеи своими жертвами улезетворяли правде и суду Божию, сами же раскаивались, так в суде над нераскаянными улезетворится правда Божия, о чем говорят многие судьи подобные меди. Откровение 2 глава 19 стих Зная твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то, что последние дела твои больше первых толкование как всегда сначала идет похвала этой церкви зная твои дела а значит они имели добрые дела и не только дела у тебя но и любовь вера феотирцев была движимой любовью в галатах 5 глава 6 стих они имели дела любви далекие от тщеславия и корысти в этом феотирцы превосходят эфесян тоже много трудившихся но утерявших любовь феотирцы облеклись в любовь которая есть совокупность совершенства колоссином 3 глава 14 стих и приятно было богу служение их но всегда ли приятно служение богу пастырей как приятно было ему служение пастыря феотирского пример феотирцев показывает также что каждый христианин призван на служение богу часто думают служить это удел бачушки а служение христианина знает ли бог страшно если подходя к сердцу Христос подходит холодному жертвеннику не имеющему своего служителя воскуряющего фемиан добрый гел нет любви и в сердце холод поэтому и служения никакого но есть и другая крайность начинаем служить богу полагаем к тому немало трудов но разжигаем жертву своего служения не любовью а завистью тщеславия и не Христос а иной греет руки у нашего жертвенника знаю и веру но какова вера наша Христово ли порой сами ее измышляем не от того ли так множатся секты Лютер Кальвин Менна Елена Уайт Руссель все они вероучители но знает ли такую веру Христос знает ли он веру пророков которых сам не посылал а знает ли веру православных когда она бывает без любви дел и служения знаю и терпение твое дела любовь служение вера терпение все что нужно христианину для спасения было фиотирцев и особенно важно еще и то что последние дела твои больше первых это очень важно последние дела фиотирцев были больше чем первые потому что они духовно росли жизнь человека до новения ивов 7 глава 7 стих а может ли до новения быть на одном месте может ли ветер быть на одном месте нет только в движении так и псалом певец говорит что мы летим псалом 89 10 как ветер так и мы не можем быть на одном месте но куда двигаться в духовной жизни есть только два направления движение рост или падения помоги господи каждому из нас расти в духовной жизни но расти не в своих глазах а в очах божии ему должно расти а мне умоляться евангелие от растущих нашлось это печальное но откровение 2 глава 20 стих но имею немного против тебя потому что ты попуская жене из завели называющей себя пророчецей учить и вводить заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное толкование и здесь немного не потому что грех малый а потому что еще не сильно укоренился и немногие впали в него в фиотирах была некая пророчеца из завели женщина грешная представшая христианам и вводившая их в заблуждение имя ее напоминает царицу из завели жену израильского царя Ахава преследовавшего пророку Илью так и в фиотирах и во все времена в христианстве это ложное учение из завели преследует истинных пророков христовых царица из завели так и не смогла умертвить Илью пророка но это все же совершится при из завели и Ахаве последнего времени при лже пророке и антихристе когда умертвлены будут пророки Илья и Енох смотрите главу 11 святой святой Андрей кисарийский считает что из завели образно названа ересь николаитов привившаяся среди фиотирцев так собственно два греха любодеяния и вкушение идола жертвенное бывшие сильным соблазном для первых христиан называются то ересь николаитов то учением валаама то блудными делами пророчицы из завели Христос имеет против пастыря фиотирской церкви что допустил он уже пророчицы расхищать стадо но и ныне как и прежде многих расхищает это и из завели не знаю я по времени еще 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 одно захватить откровение 2 глава 21 стих я дал ей время покаяться в любодеянии ее но она не покаялась толкование милостив и долготерпелив Господь он всем даже столь великим грешникам как уже пророчица из завели дает время для покаяния никто не обвинит Христа не только в несправедливости но и в отсутствие терпения и милосердия но надо заметить и то что на покаяние дается время не вечно терпит Господь Христос призывает к покаянию но и в этом есть предел все это делает Бог 2-3 раза с человеком чтобы отвести его душу от могилы и просветить его светом живых Ивов 33 глава 29-30 стих поэтому надо спешить использовать дни покаяния ибо настанет ночь когда будет поздно но она не покаялась о ужас призывает сам Господь но человек отвращается и Завель была лжепророчицей а такие люди сносящиеся с духами преисподней каются очень редко почти никогда хотя мы имеем такой пример священномученика Киприяна занимавшего чарами колдовства он не смог заворожить девушку христианку потрясенной силой ее веры Киприян обращается ко Христу и становится великим угодником Божием но такое бывает редко а сколько и ныне этих пророчиц исцелительниц и прочих чередеев тянется к ним народ в своей простоте и духовном невежестве лечат как будто молитвами а сами в церкви не бывают калечат души дано и им время на покаяние не каются показали картинку это все посты доводят до этого какая ряшка святой дух очень калорийный откровение 2 глава 23 стих вот я повергаю ее на одур и любодействую с нею великую скорбь если не покаяться в делах своих толкование неиспользованное время данное на покаяние последует наказание пророчица и все участвующие с ней в грехе и не раскаившиеся поражаются страшной болезнью а сколько уже людей откладывало свое покаяние на потом но вот кончилось время отмеренное им на покаяние и они повергаются на удар кажется здесь на одре и покаялись бы как разбойник на кресте для меня все конечно для меня все кончено говорят они но не легче ли сказать вместо этого господи помилуй нет действительно все кончено иные и на одре хулят имя божие на одре хулят имя божие не спешат с покаянием наказана была феотирского лжепророчица из-за вель спрещенными ею на одр повергается она в великую скорбь тяжкой болезни так Христос часто посылает великие скорби болезнь в наказание за грех и здесь был грех любодействия а уж так устроено что сами грехи любодействия влекут за собой чашки мучительные болезни и страдают от этого и соучастники греха и даже дети их и это возмездие прообраз того что произойдет во время кончины мира сего ибо тогда все ложные пророки века сего мучающие людей любодействовать с миром изменят Христу и служить изменять Христу и служить место живого Бога мертвым идолам этого века и все пошедшие за этим учением и впавшие в эти грехи повержены будут великую скорбь при Антихристе сам Господь говорил что такой великой скорби не было от сотворения мира и не будет новой новой стих все закончен пометь я я покажу покажу Своё сокровище В конце вот показываем Что у нас вот трёхтомник Нового Завета Толкование вместе с откровением Вот это всё Что показываю я Всё есть Вот у нас на свете Библии Наш сайт К истине один народу рук А вот здесь вот все книги И издания Лапкина доскачет Вот я нажал На это место Вот пошли Вот Новый Завет Какие здесь есть Вот три тома Скачать Открытый том Вот 30 томов открытым оком 33 30 в бумажном варианте И 3 дополнительно в интернет К истину православия Симфония на жития святых Пособия для изучения Евангелия Ну это всё показано какие есть Для Слова Божия нет уз Все стихии Вот Но если мы вернёмся назад Здесь Не шевелиться То вот ниже написано Православный форум Игнатия Лапкина А я свёл на стол бумажки Православный форум Если мы вот здесь Православный форум Ткнём Немножко То сразу мы перейдём на Православный Именно форум Это 1447 У нас открытый сейчас Канал Православный Видеоканал Открытым оком Во свете Библии Почти тысячу роликов Милости просим Ну вот так Приглашаем Потому что У нас есть что дать Слава Христу Слава Христу Это наш мой мир Очень богатый у нас Это страница моя Мой мир Вот только что поставил Два ролика Наши стихи поются Первое и второе Два ролика Ну их почти тысячу у нас тут Все это Для нуждающихся Я считаю Что большая помощь Вот Почему что Вот в свете Библии Тут главное 4124 Вопросы и ответы Вопросы и ответы Вот Чтобы ознакомиться Надо зайти Вопросы на основании Библии Святых канонов Жития святых И трудов святых отцов Все на этом Отошел Вот так Подойди к столу Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok